В Армении накануне завершились выборы. Победителем объявлена политическая сила Никола Пашиняна гражданский договор. И судя по первой реакции многих российских журналистов и экспертов, они ожидали победы второго президента Армении представителя карабахского клана Роберта Кочаряна, считая его пророссийским кандидатом. На чем же была основана такая уверенность? На этот и другие вопросы Калибрас отвечает эксперт Российского совета по международным делам, заместитель руководителя отдела внешней политики газеты Коммерсант Алексей Наумов. Я считаю, что было бы ошибочных разделять кандидатов на армянских выборах на пророссийских и прозападных. Очевидно, что в Армении был выбор между кандидатом реванша и кандидатом мира, между во многом кандидатом диаспоры и городов и кандидатом глубинной Армении, сел и основной массы армянского народа. Роберт Кочарян не выглядел пророссийским политиком настолько, чтобы это стало решающим фактором для армянского избирателя. А российское общественное мнение во многом формируется людьми, которые или являются частью армянской диаспоры или разделяют ее взгляды, поскольку общаются с ней. Не секрет, что взгляд на ситуацию на Южном Кавказе в России, если мы говорим про медийные и экспертные круги, вольно или невольно создают проармянские акторы. И нет, ничего удивительно в том, что армянская община предрекала победу Роберта Кочаряна, ведь она сама его поддерживала. Кремль уже сделал заявление, согласно которому видит уверенную победу партии исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Дмитрий Песков поздравил армянский народ с выбором. Стоит ли после этого ожидать протестов оппозиции? Протесты оппозиции возможны, и они будут служить инструментом консолидации власти во внутриоппозиционных кругах. Когда происходит такой разрыв на выборах, то вы не можете его списать на административный ресурс, вбросы, обман и так далее. Но возможные протесты будут немногочисленными и недолгосрочными. И тем более, что Кремль сделал заявление о победителе, так что ситуация более чем ясная. Азербайджан продолжает предлагать Армении начать процесс нормализации отношений между двумя странами. После победы Никола Пашиняна, насколько быстрее этот процесс пойдет, по вашему мнению? Речь о разблокировке транспортных коммуникаций и экономическом сотрудничестве. Никол Пашинян выступал кандидатом здравых сил Армении, кандидатом антиреванши и примирения, кандидатом будущего, а не прошлого. Так что да, я полагаю, что процесс нормализации ситуации пойдет значительно быстрее. В этом плане армянам стоит отдать должное. Очень часто после разгромного военного поражения, национального унижения, коим и явилось это поражение. Избиратель голосует за реванш, за кровь, за вождя, так как хочет восстановления попранной чести. Этого в Армении не произошло. На мой взгляд, армянское общество выбирает примирение. Так что, повторюсь, процессы пойдут быстрее. К тому же закончился период поствоенного восстановления. И мы понимаем, что внешние акторы, в том числе Россия, будут стимулировать Армению к более конструктивному взаимодействию в регионе. Это позитивное событие для Армении, Азербайджана, региона Южного Кавказа, да и всего мира.